Доброе утро, и мы опять что-то забыли. Мы каждое утро что-нибудь забываем. Сейчас забыли палки. Но всё равно доброе утро. И мы сегодня спали в палатке. Палатка стояла немножко криво, не было прямых мест. Ну, неухоженность территории не в этом, конечно, а просто в общей заброшенности. Ну, хозяева, аспитальеры, ну, не знаю, стараются. Ну, очень много всякого мусора, камней, палок, крапивы всё заросшее. Не самая приятная альберга. Но, тем не менее, мы сегодня оставили опять рюкзаки и решили пойти без них. Сейчас такая уже жара наступает. Вчера в тени было плюс 37 градусов. Мы не торопимся, всё нам так понравилось больше всего идти. Да? Мы сегодня без рюкзаком, потому что мы любим ходить не торопясь, а не торопясь мы попадаем в дикую жару. Поэтому мы в общем выбрали свой идеальный формат камин. 10 евро дает и налегке. Сегодня снова дорога честно на праздниче началась. Конечно, не репополярья ухи идеальные, но приятнее, чем идти на горошки. А то ещё кто уже не созрел. Начинаю с этого примерно места. Сейчас будет очень много вообще раздвоений дороги. В путеводителях во всех этих написано. Их тут прям 2-3. А пронумерованы, как правило, поворот только на одну. Ну вот мы сейчас пошли через поля, чтобы по дороге не переться. Чтобы по дороге не переться, пошли через поля, вот в итоге зашли в какую-то деревню. А тут будут абрикосы спеть по осени. Сейчас вон там вишня кругом растёт. Вот, смотрите. Тут она ещё не такая красная, но много деревьев, где она прям красная-красная. И это так заманчиво взять и сорвать. Но как бы это чужое. Вот вчера нас угостили. Возле церкви мы просто шли, гуляли с собакой. И местные собирали свою вишню с половины ведра. Вышли и угостили нас. Она была мега вкусная вообще. А тут ещё будут по осени. Ну не по осени, а где-то, наверное, в июле абрикосы. Оська, пойдём, а? Асита, я ухожу. Пока-пока. Вот. Слышь ты, охотник? Симпатичный городок тоже. Лежит тоже такой в низинке. Лиафранко Дель Пьерзо. Город называется. Ну вот это замок, да замок. С башнями. Мы, наконец, позавтракали. Взяли по большому бутерброду. Да, всего за полчаса. Просто там интернет не работал нормально. Так бы надольше застряли. Стрелочка туда и сюда, туда и сюда. Такая площадь нифиговая. Прям европейская площадь, площадь. А церковь находится вообще, блин, там наверху. Ещё по лестнице забежать. Ну чё, так симпатичный городок. Он такой небольшой, в полях затерянный, но при этом... Он, кстати, мне кажется, вообще такой центральный в этом. Вот как раз мельеер. Да, здесь у Марксвия, Франко. Сказать, вот трёхбашенный замок. А это Иглесия де Сан Николас Эль Реаль. Ну да, такое Иглесия дек Иглесия. Вон. По стрелочкам опять неправильно расположенным ракушкам. Ракушкам не украшено. Такой, знаешь, горный альпийский, да, городок. Такой лежит среди гор, собака. Ну да. Ну есть, наверное, смысл, конечно, таких останавливаться в больших городах. Они действительно вылизанные, такие красивые. Смотри, вот там. Как отсюда тоже. И вот. Да. Вылизанные, красивые, вино, но они слишком большие и собак не любят. А, вот тут еще раз ходится дорога на лесную Камино Дуру, типа сложная, через Праделу, а мы пойдем через Перехи полегче, не через горы. Хотя там очень красиво, но мы увидели красоту, так мне кажется, очень схожую, когда спускались с Круз-де-Ферро. Вот, поэтому можно немножко пропустить. Нам, кстати, осталось 182 километра пройти. О, ну, 184. 184 от этого города. Где-то жасмин цветет. Вот такая вот нижняя дорога вдоль трассы. Сейчас на этом отрезке все больше и больше стало встречаться людей, которые идут навстречу. Вообще непонятно, то ли они как вчерашний мальчик-оспитальер прошел путь португальский, и от Сантьяго идет в обратную сторону домой. Может, и такие вот эти вот люди встречные. Короче, не очень веселая дорога, это нижняя, но, по крайней мере, у нее есть вот такой отбойник, и вот там вот слева течет река, и поэтому вообще немножко даже свежо. Зашли в очередной городулечку с улицы, единственной, которая называется улица Сантьяго для Компостола. соборчик закрытый. Вообще, одна колокольная осталась? А, не, наверное, вот там собор. Переху, да, называется? Да. Переху. У нас прям второй день балует ягодками. Земляничка. Прям вообще. Вчера была черешенка, сегодня земляничка. На самом деле, вот это капец какой-то, идем-идем, отенечка, вот спустя пару километров только увидели эти долбаные места для отдыха, которые тут стоят с лавочками. Они на таком всегда санцепехе, никакого тебе навесика, никакого тенечка. Нахрена? Неужели кому-то так холодно, что вот хочется отдыхать в такой жаре? Не знаю. Ничего, Тянечка уже насобирала? Тянечка, вот это напала. Доползли до три боделла. Скупали собаку. Сами тоже еле позже. А сита? А сити, с tooling. Кость, 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 Кость. Почу, Почу. Эй, чучу. Понял, что я делаю последнюю запись даже. Жара просто вообще выстрелила в голову. Стала вдруг на всю срать. И заселились где-то в этих вот домиках, рядом с Речкой, ну короче в доме престарелых пенсион это дом престарелых телефон который отвечал мы приехали в альберг мы взяли такси проскочили 7 минут потому что жара опять стоит под 40 и ну номер телефона который был в альберге мы приехали в альберг и вроде бы как бронировали в альберг а нам сказали нифига и короче в итоге мы живем ну в отдельной комнате это главное собакой не в палатке в этом городе как оказалось вот есть еще какой-то пенсион для старичков где тоже есть комнаты многоярусных кровати и есть отдельные короче я проспала они помню тоже проспала чем мы приехали проспали вот до пяти часов жара еще вообще ни хера не спала надо пойти чуть поесть короче вот пришли в бар а он сука 7 часов только а потом вернемся потому что мы сегодня съели по одному бутерброду и все мне кажется дальше лучше не будет никто не хочет кормить никто не хочет приезжать на такси 50 минут так ждали пешком мы дошли быстрее нет они бы не дошли мы дошли собачку еще какой-то дед вот тут пристал американский едим наконец-то мне принесли бадью супа галисийского ну вот короче говоря это все что есть зеленое и белое то есть это короче картоха и фасоль с горошком все такой вот бедный галисийский суп да это вкусно ну блин это вкусно когда-то весь день на одном бутерброде это не может быть невкусным и вегетарианцы бы порадовались оно интересно вот люди едят 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 единственный ресторан работающий в городишке о чем теперь спицы по вину у вадименсия рубит потому что после бокала вина из уго деменсия пить какой-нибудь риорку уже невозможно она слишком слишком риошная